Лосей и Касуль теперь разыгрывают в лотерею. В областном департаменте по охране животного мира путевки на добычу копытных распределяют по новой системе. Охотников, которым достанется разрешение, определяет компьютер. Метод случайной выборки решает проблему очередей и уравнивает всех жителей области в правах. Анна Гурьянова расскажет о новой системе. Процедура случайной выборки занимает пару минут. Победителей этой лотереи определяет компьютерная программа. Ее разработчики клянутся – процесс защищен от подтасовки. Разыгрывать в лотерею право охотиться на копытных – мера вынужденная. Желающих записать лося или косулю в список своих охотничьих трофеев с каждым годом все больше. Очередь на получение путевки формируется за несколько месяцев до открытия сезона. Несколько лет подряд какие огромные очереди у нас образовывались. Дело доходило даже до драки, поэтому приходилось вызывать полицию, чтобы навести порядок. Это первое. Второе – со совершением неравных условий были заявители. Раньше лицензии на добычу копытных выдавали только в Новосибирске. Охотники из отдаленных районов области не могли получить путевку. Перед компьютерной программой все оказались равны. Заявки охотники подавали как лично, так и через портал госуслуги. Всего в розыгрыше участия приняли 5,5 тысяч человек. За проведением процедуры наблюдали члены общественного совета при профильном департаменте. Это достаточно открытое, доступно. Любой охотник может через МФЦ или через районную администрацию подать заявку. И, как вы сегодня видели, неоднократно можно подать на разные районы. И участвует на общих основаниях. В этом году охотники могут добыть 360 косуль и 70 лосей. Половину разрешения разыграли сегодня случайным образом. Остальные путевки вне конкурса достанутся льготникам. Это охотники, которые целый год за свой счет создавали защитные укрытия, водопои и кормушки для животных. Это огромное движение вперед именно для охотников. Я понимаю, что не всем это достанутся по распределению лицензии. Но возможность взять лицензию в любом случае есть. Охота на косулю откроется 1 ноября. А спустя две недели на лося. Продлится сезон до Нового года. Анна Гурьянова, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова